В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Три случая за месяц о ситуации с ВИЧ-инфекцией в городе. Пять вечеров в Сарове. Центр поддержки предпринимательства запускает новый социальный проект. Ближе к Богу открыт набор в воскресную школу при Храме всех святых. Далее расскажем обо всем подробно. Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток создали в России. Уже доступны сведения о 112 тысячах потенциальных доноров, которые могут спасти пациентов, страдающих раком крови. По данным ФМБА, такой регистр позволит с большей вероятностью найти донора для конкретного пациента и повысит его шансы на выздоровление. С инициативой о принятии закона о едином госрегистре доноров костного мозга в апреле этого года к депутатам обратился премьер-министр Михаил Мишустин. По его просьбе Госдума приняла закон в ускоренном порядке. В мае документ подписал президент, и закон вступил в силу с 1 сентября. У ФМБА самый богатый в стране опыт. Мы более 10 лет занимаемся донорством костного мозга. Всего сейчас 17 локальных регистров объединены в единую базу, где находится 126 с половиной тысяч доноров. Из них более половины – это доноры из регистра агентства. Уже сейчас этот регистр связан с 67 субъектами Российской Федерации. Три случая ВИЧ выявили в Сарове за месяц. Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России подвело итоги августа. Всего с начала года ВИЧ-положительный статус подтвердили у 16 саровчан. В 63% случаев это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Как вести привычный образ жизни с таким непростым недугом? Сложно ли выявить его на ранних стадиях? И как защитить себя от заражения? Ответы на вопросы в следующем репортаже. Чума 20 века или болезни социальных элементов. В народе спит и ВИЧ носят много названий. Долгие годы общество демонизировало этот вирус. И несмотря на активную просветительскую работу среди населения, заболевание продолжает обрастать мифами, легендами и предрассудками. В частности, о бытовых путях заражения. Значит, ВИЧ не передается бытовым путем. Невозможно заразиться через пищу, через воду, при использовании общей посудой, ванной, туалетом. Также ВИЧ не передается при укусах различными насекомыми, комарами, клещами и так далее. Существует три способа заражения ВИЧ. Вертикальный от матери к ребенку, контакт с кровью зараженного и незащищенный половой акт. Если человек знает о своем ВИЧ-статусе и принимает все необходимые препараты, то риск передачи инфекции от него сводится к минимуму. Здесь самое главное – выявить ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях, чтобы начать своевременно специфическое лечение. В настоящее время есть много лекарственных средств, которые продлевают человеку с ВИЧ-инфекцией жизнь довольно долго. И человек может жить с ВИЧ до самой старости. ВИЧ поражает иммунную систему, что приводит к медленному ее разрушению и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита – СПИДа. Вирус иммунодефицита человека может находиться в организме долгое время – около трех месяцев, не проявляя никаких клинических симптомов. В этот период человек может не подозревать о своем недуге и распространять инфекцию. Через какое-то время появляются такие симптомы, которые характерны для острой респираторной вирусной инфекции. Может быть повышение температуры, ломота в теле, боль в мышцах и увеличение лимфатических шейных узлов. Если вовремя не выявить ВИЧ и не начать лечение специфическое, то стадия ВИЧ-инфекции переходит в стадию СПИД. Сдать анонимный тест, получить медицинскую и психологическую помощь, ВИЧ-инфицированные могут в СПИД-центре Нижнего Новгорода. Важно не замыкаться в себе и не думать, что вы остались один на один со страшной болезнью. Обязательно найдутся люди, которые помогут вернуться к нормальной жизни. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Противо-наркотическая горячая линия работает в Сарове. Сообщить о нарушениях закона в сфере оборота наркотиков можно по телефону 60504, а также через ящики для анонимных записок. Они есть в молодежном центре, в вестибюле поликлиники номер один и детской поликлиники на Курчатова, торговом центре Плаза. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Специалисты ДЭП готовят площадку для возобновления работ по строительству дороги к детской поликлинике на улице Чапаева. Начали вывоз мусора. Временно отменят некоторые рейсы в связи с увеличением роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди водителей, сообщает МОП «Горавтотранс». Об изменениях в рейсах можно узнать по телефону 992-96 и в группе предприятия в социальной сети. Получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте – такой выбор до 1 октября должны сделать федеральные льготники, которые имеют право на получение набора социальных услуг. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в органы пенсионного фонда или МФЦ. Также доступна подача заявлений через интернет. Чтобы уведомить ПФР о своем выборе, льготнику необходимо воспользоваться личным кабинетом гражданина на официальном сайте пенсионного фонда. До 19 сентября в Музее народной игрушки проходит выставка «Нижегородская промысловая игрушка». Музей предлагает обзорные экскурсии, где можно узнать больше о народных игрушечных промыслах Нижегородской земли, о том, что такое тарарушки, бирюльки, из какого дерева точили матрешки, почему хохломской ложкой можно есть горячий суп и многое другое. Для вовлечения горожан и гостей города в активную жизнь и продвижение услуг предпринимателей и организаций Центр поддержки предпринимательства создает новый городской проект «Пять вечеров в Сарове». Обсуждение его концепции идет с июля. На этой неделе организаторы и участники встретились на презентации проекта. Как с пользой и интересно провести вечер? Ответ на этот вопрос порой ставит саровчан в тупик. С его решением поможет новый социальный проект «Пять вечеров в Сарове», который разрабатывается на базе Центра поддержки предпринимательства. Из самого названия вытекает, что это вечернее время, что это, скорее всего, будет пять именно дней, которые будут посещаться эти мероприятия. Мероприятия самой разной направленности. И на самом деле работа ведется, обсуждение этого проекта уже достаточно давно. Проект родился в рамках реализации сервисно-инфраструктурного подхода к развитию города и направлен на повышение качества жизни саровчан и гостей города. Создать возможность интересного и, главное, полезного времяпрепровождения планируют для всех категорий граждан – от детей до пенсионеров. Есть проблема, что у нас очень много направлений деятельности предпринимательства, обцеленных на горожан. Проводятся мастер-классы, реализуются разного рода мероприятия. Но проблема состоит в том, что не все знают об этих мероприятиях, а кто-то, может быть, кто не подписан на определенную страницу и так далее. В прошлом месяце инициативная группа в составе предпринимателей, жителей города, руководителей организации тестировала проект для того, чтобы обеспечить максимально качественный сервис для будущих участников. На очередной встрече предприниматели собрались для финальных обсуждений. Я подумала о том, что люди у нас все-таки любят конфеты ассорти. И надо продавать им какие-то маленькие коробочки этих конфет ассорти, и чтобы был выбор еще этих коробочек. Грубо говоря, пять вечеров, я считаю, этого много на неделю. Вот трех было, мне кажется, вполне достаточно. Через день девочки ходили, изучали вот эти все процессы, всем все понравилось. Обсуждения не стихали несколько часов. В ближайший месяц проект начнут реализовывать, запустят первую партию сертификатов с услугами предпринимателей города и создадут страницу проекта в соцсетях. Продолжается набор «Воскресную школу при храме всех святых». Воспитанники школы участвуют в богослужениях, делах милосердия, конкурсах, походах, паломнических поездках и праздниках. А для подростков при воскресной школе действует национальная организация ВИТИЗИ. Воскресная школа при храме всех святых начала свою работу в 1992 году. В ней занимаются дети самого раннего возраста, с 3-4 лет. Ребята изучают вероучительные дисциплины, церковно-славянский язык, основы хорового пения, постигают азы изобразительного искусства. Также на базе воскресной школы действует семейная мастерская «Русский хоровод». Здесь родители с детьми шьют народные костюмы, знакомятся с народным творчеством и традициями русских церковных праздников. А в студии авторской песни ребята разучивают различные композиции и основные аккорды для игры на гитаре. Во все этих занятиях мы даже не называем уроками, хоть школа называется, вот школа. На самом деле это занятие, которое проводится с ребятами в форме бесед. То есть всегда в рамках занятия рассказывать тот или иной сюжет, библейский или новозаветный сюжет. Мы стараемся делать педагоге акцент. А что это значит для вас, ребята? Какие выводы делаете из этого? А как вы можете это применить в жизни? В студии ИЗО учащиеся рисуют в разных техниках, изучают основы иконописи, лепят из глины традиционную дивеевскую игрушку, знакомятся с нижегородской росписью, мастерят открытки. Творческие работы ребят не раз становились призерами и победителями на конкурсах. Также по доброй традиции педагоги, учащиеся в воскресной школе, совместно отмечают праздники. Родители ведь не всегда могут преподать должные знания, не всегда могут организовать просвещение детей. Поэтому воскресная школа в этом плане является большим поспорьем для семьи, для того, чтобы дети тоже постепенно приобщались к духовной и церковной жизни. Здесь созданы для этого все условия. В воскресной школе при храме всех святых учащиеся разделены на три возрастные группы – подготовительная, младшая и средняя. По достижении 12-летнего возраста ребята переходят в национальную организацию «Витязей» имени святого праведного воина Федора Ушакова. Здесь учащиеся изучают основы православной веры, историю и культуру России. «Отряд Витязей» – это организация, которая была создана в 1934 году Николаем Федоровичем Федоровым. Нам рассказывают про войну Великую Отечественную. И мы ходим по ходу, крестные ходы. У нас есть лагерь для «Витязей», которым я была этим летом. Программа воскресной школы рассчитана на три года. После этого ребята проходят итоговые беседы и получают свидетельство об окончании. Занятие проходит раз в неделю по воскресным дням. Заявление можно подать во всех храмах города или в церковной лавке «Памира 50» до конца сентября. Справки по телефону 8 952 464 0156. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 11 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая этого года. Также для них доступна новая акция. Три килограмма цветочного меда можно приобрести за тысячу рублей, три килограмма гречишного за 1500, а три килограмма липового за 1800 рублей. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пирга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитеры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна новая акция. 3 килограмма цветочного меда можно приобрести за 1000 рублей, 3 килограмма гречишного за 1500, а 3 килограмма липового за 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 11 сентября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!